Земля Снимая плотины, прокладываем дороги, земля которая открывает нам свои недра. Но четверть мировой суши скована вечной мерзлотой. Адреса мерзлоты порой неожиданны. Кавказ и Тяньшань, Монголия и Китай, Америка и даже Африка. Мерзлые породы занимают почти половину территории нашей страны. Мерзлота островная, прерывистая, на севере сплошная, иногда толщиной до полутора километров. На этой промерзшей земле нужно строить, растить хлеб. Нужно брать из ее недр природные богатства. Ордена Трудового Красного Знамени, Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук СССР. Ведущий центр страны по проблемам комплексного изучения и хозяйственного освоения зоны вечной мерзлоты. За 15 лет существования институт приобрел мировую известность. Рассказывает директор института Павел Иванович Мельников. За последние годы усилились исследования на севере в связи с открытием крупных месторождений полезных ископаемых и увеличением разработки их. Институт Мезлотоведения принимает участие в этих исследованиях. Исследования института ведутся в основных трех направлениях. Геологи-географическое направление. Оно предусматривает изучение состава, строения, условий формирования и истории развития мерзлых толщин. Второе направление теплофизическое. Теплофизические исследования, получившие значительное развитие в мерзлотоведении, предусматривает изучение процессов переноса тепла и вещества в мерзлых, промерзающих и протаивающих породах и их энергетического взаимодействия с окружающей средой. Третье направление инженерное. Главным образом изучаются проблемы, связанные со строительством различных инженерных сооружений на мерзлых грунтах. Мерзлота, этот таинственный северный сфинкс, и сейчас полна загадок для человека. Якутия. Характерный мерзлотный рельеф, сложное чередование озерных котловин, впадин, бугров, порождение многовековых процессов промерзания и оттаивания, происходящих в мерзлых грунтах. Эти кадры сняты на севере Красноярского края, в Игарке. Иногда верхние слои грунта наполовину состоят изо льда. Это могут быть пласты, или громадные клинья, или отдельные линзы льда. Мерзлота, это могут быть пласты, или громадные клинья, или громадные клинья. Это могут быть пласты, или громадные клинья, или громадные клинья, или громадные клинья, или громадные клинья. Такие гигантские воронки в Якутской тайге встречаются часто. Нередки и их антиподы, бугры-пучения, по-якутски булгуняхи. Лето накапливает воду в верхних слоях грунта. Зима превращает ее в лед. Раз, второй, десятый. И рождается новый бугор, сердце которого прозрачная ледяная линза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Почерк мерзлоты узнается и по наледям. Подземные воды пробиваются на поверхность и холод превращает их в многокилометровые ледяные тела. Еще один штрих к портрету мерзлоты – пьяный лес. Ему дано очень меткое название. Промерзшие грунты то тают, то вновь промерзают, оседают или вспучиваются. Мерзлота многолика, коварна, изменчива. Не всегда точно можно предсказать, как она поведет себя после возведения на ней зданий, железных дорог. Трубопроводом. КОНЕЦ КОНЕЦ На глубине 12 метров под зданием института находятся уникальные подземные лаборатории. Здесь всегда постоянная температура, минус 4. Естественная лаборатория идеальна для экспериментов. Каждый прибор окно в промерзший мир. Мерзлота по-прежнему задает исследователям свои вечные вопросы. Почему она существует? Как образовалась? Как сделать ее союзником в хозяйственном преобразовании природы? Что с ней будет после вмешательства человека? Высокогорный стационар на Тяньшане. Температура. Вот с чем бесконечно приходится считаться людям в отношениях с мерзлотой. Точно доктору постели больного человек то и дело ставит мерзлоте градусник или считает пульс, оценивая состояние пациента. Такого квалифицированного и пристального внимания, как в наши дни, мерзлота не удостаивалась еще никогда. Мерзлотоведы наблюдают за поведением мерзлоты и на горных вершинах, и под водой. Озеро Сырдах в центральной Якутии. Уже несколько лет мерзлотоведы ведут здесь комплексные исследования. В скважины на дне озера уложены датчики. 280 проводов информационных каналов соединяют мерзлые глубины с деревянным домиком на берегу озера. Совершенная электронная аппаратура фиксирует все подробности жизни промерзших толщ. Природа создала в Якутии уникальную лабораторию для изучения вечной мерзлоты. Не случайно именно на этой земле обосновался институт мерзлотоведения. В лаборатории института стекаются сведения со строек, горных экспедиций, полевых стационаров отовсюду, где работают мерзлотоведы. КОНЕЦ Научные труды, отчеты, геокреологические карты – такова продукция ученых, оказывающая непосредственное влияние на практику освоения северных районов. Как строить на мерзлоте? 30 лет назад советские мерзлотоведы и строители предложили особую конструкцию фундаментов, погруженные в мерзлоту железобетонные сваи, поднимающие здания над землей. Воздушная подушка не дает грунту протаивать. Теперь многоэтажные дома обычны на улицах северных городов – Якутска и Мирного, Норильска и Магадана. Почти на всем своем протяжении Байкало-Амурская магистраль проходит по районам вечной мерзлоты. Вместе с первыми отрядами изыскателей вышли на трассу Бама якутские мерзлотоведы. КОНЕЦ Ученые детально исследуют зону будущей магистрали, выдавая проектировщикам и строителям практические рекомендации. Чернышевский – поселок строителей и энергетиков Вилюйской ГЭС. Вилюйская станция, первая в СССР, мощная ГЭС, построенная на вечной мерзлоте. Впервые в мировой практике на вечной мерзлоте создано крупное искусственное море. Ученые Вилюйской мерзлотной станции ежедневно наблюдают за состоянием плотины, за изменением берегов Вилюйского водохранилища. По крупицам собирается драгоценный опыт для тех, кто проектирует и строит электростанции на Крайнем Севере. Крайнем Севере Бурное освоение северо-восточных районов страны влечет за собой энергичное развитие научного поиска. Советская школа мерзлотоведения считается одной из самых авторитетных и перспективных в мире. Знак признания ее заслуг – сам адрес проведения Второй международной конференции мерзлотоведов. Столица Якутии принимает гостей из 14 стран. Г-Росс Маккей, Канада Я думаю, что есть два аспекта в этой конференции. Во-первых, мы получили возможность впервые познакомиться с исследованиями вечной мерзлоты, которые проводятся в СССР, и убедились в их высоком уровне. Во-вторых, конференция открывает путь к установлению личных контактов с нашими коллегами в России, работающими над теми же проблемами, что и мы. Николай Александрович Граве, СССР. В связи с очень широким, очень интенсивным освоением северных районов нашей страны возникает новая проблема – проблема охраны природы северных наших территорий. И вот на этой конференции мы обмениваемся опытом и получаем ценную информацию от наших коллег на Аляске и в Северной Канаде о тех мерах, которые там принимаются для того, чтобы сохранить воды, растительность, животный мир. Доктор Малари, Франция. Арктика представляет собой настоящие архивы истории человечества, запечатленные во льду в мерзлоте. Разрез в Гренландии позволил приоткрыть историю, что очень важно. Позволил изучать ее буквально по мерзлотным слоям. И вот Сибирь, как мне кажется, тоже является ледяной колыбелью истории народа. Огромные пространства, на которых царит мерзлота. Но пришел их черед служить человеку. И они будут служить ему, как не сложны секреты этой трудной земли. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ